всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы поговорить о вопросе менеджмента файлов проекта ну звучит сложно но все очень просто речь идет о том что очень часто меня спрашивают что при перемещении проекта какие-то файлы постоянно теряются что-то куда-то исчезает почему-то не сохраняется и при переносе например снова жесткого диска на другой потом при открытии спустя какое-то время возникают какие-то ошибки что что-то не найдено из аудиофайлов и собственно сам я неоднократно с этим сталкивался когда мне клиенты или ученики присылали какой-то проект говорили что там все вообще все на месте и в итоге оказывалось что плана файлов все равно не находится то есть она просто не прикрепилась вместе с проектом и поэтому я хотел бы сразу об этом поговорить в этом видео и ну для тех кто этим никогда не интересовался чтобы заранее вот эти все моменты скажем так предостеречь вас от них потому что менеджмент файлов это очень важно если у вас вдруг проекта хранятся где-то в одном месте а какие-то аудиофайлы где-то в другом со временем это все может потеряться и но каком-то менеджменте файлов говорить таком случае не приходится поэтому мы должны сейчас это все рассмотреть и первое первый этап который нужно учитывать когда вы создаете новый проект прежде чем вообще начать над ним работать неважно что это аранжировка или вы хотите что-то сводить или что-то импортировать какие-то мульти треки в пустой проект вы должны при сохранении к нажимаете первый раз команд с сохранить вы должны вот здесь убедится что все файлы которые будут потом аудиофайлы создаваться будут копироваться в папку проекта либо папку либо пикать что и смотрят что вы используете если пакет будет единый файл внутри которого в под папке media будут хранится все аудио файлы если вы используете фонер то вас будет папкой внутри нее будет папка audio files в которой будут хранятся все аудио файлы также замечу если вы активно используете сэмплер и xs и использовать какие-то свои сэмплы то есть не из встроенных библиотек logic то я тоже сайту ставить эту галочку потому что если в этот проект передадите кому-то еще а ваши сэмплы хранятся где-то там на каком-то внешнем жестком диске или в какой-то отдельной вашей папке сэмплами то этот инструмент скорее всего не откроется на другом маке то есть вы кому-то передадите проект или перенесете его на другой компьютер он просто не откроется то есть эти инструмент скажут что сэмплы не найдены потому что по умолчанию они будут храниться в исходной папке где бы они у вас не лежали на компьютере но только не в папке проекта поэтому в этом случае советую вам ставить здесь галочку то же самое касается и space дизайнер импульсов например если вы используете какие-то свои дополнительные импульсы для ревербератора space дизайнер то лучше тоже поставить эту галочку все будет сохраняться в папке с проектом да это может увеличить конечно же размер самого проекта но она того стоит в общем я советую ставить вот эти все галочки для xs для алхимии для ультра биты для space дизайнера в том случае если вы используете что-то не из встроенной библиотеки лоджик потому что если вы используете инструменты встроенные из библиотеки лоджик и у вас стоит эти галочки то у вас вы будете просто дублировать то что и так у всех есть то есть в весе контент есть у всех то зачем его еще раз носить собой в папке проекта в этом смысла конечно нет но если вы делаете какой-то кастомный инструмент используете его в алхимии например закидывать туда свой сэмпл чтобы сделать какой-то ресэмплинг какой-то синтез синтез каких-то сэмплов либо вы используете xs24 для какой-то при своей барабанной установки или для какого-то сэмплер нова инструмента ультра бит используйте со своими сэмплами и как я уже сказал space дизайнер со своими импульсами то обязательно ставьте эти галочки то есть это на ваш выбор но при каждом сохранении обязательно обращайте на это внимание аудиофайл с у вас по умолчанию стоит галочка и я настоятельно рекомендую никогда ее не убирать потому что это очень важно для дальнейшего менеджмента я пока не буду сохраняться с этим понятно что делать если уже проект давным-давно сохранен уже не вы не помните что вы там какие галочки ставили какие не ставили но при этом все равно есть вероятность что что-то может потеряться что-то может не сохранится и вы вообще так за этим никогда не следили вы сейчас у вас немножко такой такая паранойя вас одолела все очень просто вам нужно просто зайти в файл project settings это один из вариантов и нажать assets и здесь вас будут показаны настройки именно для этого проекта то есть данном случае так я пока не сохранил у меня видите здесь никаких галочек нет то есть как только бы я сохранил этот проект сейчас на предыдущем окне у меня здесь автоматически поставилась галочка то есть вы после сохранения можете перепроверить вот этот параметр assets и здесь у вас будут стоять те галочки которые вы указали при сохранении как видите вот все те же самые параметры то же самое касается apple loops то есть apple loops вы также можете копировать в папку проекта если вдруг вы куда-то планируете переносить на ту машину на тот компьютер где вдруг у кого-то не скачанная по loops то есть можно тоже здесь поставить эту галочку и также конечно же хорошим вариантом будет при перед тем как архивировать проект или куда-то его переносить или кому-то отправлять сделать project management файл project management здесь сделать консолидей то есть таким образом logic просканирует все аудио файлы которые хранятся не в папке проекта и скопирует их туда и соответственно привяжет все регионы внутри лоджика к этим уже скопированным новым аудио файлам внутри проекта то есть обязательно нажимайте эту кнопку но опять же должен сказать что это работает уже кого постфактум то есть если вы произвели какую-то запись в logic и у вас не стояла галочки сохранить в папку проекта у вас куда-то все записалось другое место и до тех пор пока вы не нажмете консолидейт у вас это будет храниться где-то непонятно где поэтому вместо того чтобы каждый раз жать на консолидейт я советую вам просто зайти еще раз вот сюда в assets и здесь просто один раз поставить галочку audio files если вдруг этого нет ну как я уже говорил по умолчанию она всегда стоит но я сам неоднократно сталкивался с проектами которые мне скидывали где почему-то этой галочки не стояла и естественно половина файлов было при передаче просто потеряно поэтому имейте это ввиду очень важные замечания про него многие либо забывают либо в принципе не обращали ни ко внимания и вот самое время об этом подумать потому что это очень важно для вашей дальнейшей работы ну что ж на этом все если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментариях обязательно задавайте свои интересные вопросы и на самые интересные я обязательно запишу видео и так с вами был дмитрий урсул увидимся в следующих видео